Джулия Шоу. Психология зла. Почему человек выбирает тёмную сторону? Ненасытно любопытным. Эпиграф. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Введение. Жажда. Знаменитый немецкий философ XIX века Фридрих Ницше в 1881 году писал «Böse denken heißt böse machen». Нечто становится дурным, поскольку его таким считают. «Зло становится злом только тогда, когда мы навешиваем на что-то ярлык зло, когда думаем, что это что-то и есть зло». Ницше утверждал, что зло — это субъективное переживание, а не характеристика, изначально присущая человеку, предмету или действию. Данная аудиокнига изучает упомянутое переживание с научной точки зрения, предлагая широкий спектр понятий и концепций, часто ассоциирующихся со словом «зло». Это исследование человеческого лицемерия, абсурдности зла, обыденного безумия и эмпатии. И я надеюсь изменить ваш взгляд на то, что значит быть плохим. Последние 13 лет, будучи студенткой, преподавательницей и исследовательницей, я с радостью обсуждала науку зла с каждым, кто готов был слушать. Больше всего мне нравится разрушать фундаментальные представления о добре и зле, как о белом и черном, заменяя их нюансированными научными взглядами. Я хочу, чтобы все мы более осмысленно обсуждали поведение, к постижению которого, как нам поначалу представляется, мы не можем и не должны даже приближаться. Без понимания мы рискуем дегуманизировать других людей, поставить на них крест. Мы можем и должны попытаться уразуметь то, что называем злом. Давайте начнем с упражнения на эмпатию к злу. Подумайте о худшем, что вы когда-либо совершали, о чем-то, чего вы, возможно, стыдитесь, и из-за чего, как вы знаете, другие будут думать о вас хуже. Измена, кража, ложь. Теперь представьте, что все об этом узнали. Осудили вас. И стигматизировали, исходя из вашего проступка. Как вам такое? Нам бы очень не хотелось, чтобы мир навсегда осудил нас на основании того, о чем мы сожалеем больше всего. И все же мы делаем это каждый день по отношению к другим людям. Размышляя о своих решениях, мы держим в голове определенные нюансы, обстоятельства, трудности. А думая о чужом выборе, мы часто замечаем лишь последствия поступков. Это приводит нас к тому, что мы называем людей при всей их сложности одним отвратительным словом. Убийца, насильник, вор, лжец, психопат, педофил. Эти ярлыки, которыми мы награждаем других, основаны на наших представлениях о том, кем эти люди должны быть, учитывая их поведение. Единственное слово призвано обобщить чей-то подлинный характер и опорочить человека, передать другим, что ему нельзя доверять. Он опасен. Да и не человек вовсе. Скорее, какая-то ужасная ошибка. Тот, кому мы не должны пытаться сочувствовать. Он безнадежно испорчен. И нам никогда не удастся его понять. Такие люди за пределами нашего понимания. Их невозможно спасти. Они злы. Но кто эти они? Вероятно, если мы осознаем, что мы все часто прокручиваем у себя в голове мысли и совершаем поступки, которые другие находят недостойными, это поможет нам постичь саму суть того, что мы зовем злом. Я могу гарантировать, кто-то в мире считает вас воплощением зла. Вы едите мясо? Работаете в банковской сфере? Ваш ребенок родился вне брака? То, что кажется нормальным вам, не просто не представляется таковым для других, а порой выглядит даже крайне предосудительным. Возможно, все мы злодеи, а может, никто из нас. Как общество мы много думаем о зле, и при этом совсем не обсуждаем его по-настоящему. Ежедневно мы слышим о новых человеческих злодеяниях и поверхностно вовлекаемся в постоянный поток сообщений, из-за которых нам начинает казаться, что человечество обречено. Как говорят журналисты, кровавые новости самые интересные. Происшествия, которые вызывают сильные эмоции, попадают в газетные заголовки и забивают ленты наших соцсетей. Увидев их за завтраком, к обеду мы уже забываем о них. В частности, сегодня нашу жажду насилия, похоже, утолить еще труднее, чем прежде. Исследование, опубликованное в 2013 году психологом Брэдом Бушманом и его коллегами, изучавшими проявление жестокости в фильмах, продемонстрировало, что начиная с 1950 года, количество насилия в кино увеличилось примерно вдвое. А стрельбы в фильмах с маркировкой PG-13, 12A. Стало больше, чем в фильмах с маркировкой R-15. PG-13. Рейтинг, которым в системе рейтингов Американской киноассоциации помечаются фильмы, не рекомендованные к просмотру детям младше 13 лет. 12A. Рейтинг Британского совета по классификации фильмов, аналог рейтинга PG-13. R. Рейтинг в системе рейтингов Американской киноассоциации. Им помечаются фильмы, к просмотру которых дети до 17 лет допускаются только в присутствии родителей. 15A. Рейтинг Британского совета по классификации фильмов, аналог рейтинга R. Фильмы становятся все более жестокими. Даже те, что предназначены для детей. Истории о насилии и тяжелых человеческих страданиях проникают в нашу повседневную жизнь чаще, чем когда-либо. Какой эффект это оказывает на нас? Это искажает наше восприятие распространенности преступности. Мы начинаем думать, будто ее больше, чем есть на самом деле. Влияет на то, что мы называем злом, и меняет наше представление о справедливости. Предлагаю сверить ожидания насчет данной аудиокниги. Я не погружаюсь глубоко в индивидуальные случаи. Тем, кого часто называют воплощением зла, посвящены целые тома. Например, Джону Веннебзлу, самому юному человеку, когда-либо обвиненному в убийстве в Великобритании, названному в таблоидах прирожденным злодеем, или серийному убийцу Теду Банди из США. Или убийцам Кену и Барби, Полу Бернарда и Карли Хамолко из Канады. Десятилетний Джон Веннеблс совершил убийство не один, а вместе со своим ровесником Робертом Томпсоном. Разница в возрасте мальчиков составила три дня. Истории этих людей, без сомнения, захватывающие. Но в действительности аудиокнига не о них. Она о вас. Я хочу, чтобы вы скорее поняли собственные мысли и наклонности, чем разобрали примеры чужих преступлений. Это также не философская аудиокнига, не религиозная, не аудиокнига о нравственности. Она призвана помочь нам осознать, почему мы совершаем ужасные поступки по отношению к другим, а не выяснить, должно ли это происходить, или какие наказания будут уместны. Аудиокнига изобилует рассказами об экспериментах и теориях и обращается за ответами к науке. Она разделяет понятие зла на множество подпонятий и изучает каждое в отдельности. Это не всеобъемлющий взгляд на зло. Для того, чтобы создать что-то подобное, не хватит жизни. Возможно, вас разочарует, что я почти не обсуждаю такие масштабные темы, как геноцид, жестокое обращение с детьми, детская преступность, мошенничество на выборах, государственная измена, инцест, наркотики, формирование банд или война.